Надеюсь вы не забыли, что мы изучаем раздел физики механика, а именно механическое движение тел. Каким образом двигается тело, мы узнали в разделе механики кинематика. Сегодня мы изучим причины, которые заставляют тело двигаться и взаимодействовать с другими телами. Эти причины изучает раздел механики динамика. Вот мы видим движущийся автобус с пассажирами. Вдруг водитель резко затормозил, но автобус сразу не остановился, а продолжил свое движение, но уже с меньшей скоростью. Зато пассажиры, которые стояли неподвижно в проходе, дружно полетели вперед со скоростью автобуса, на момент торможения. Почему так произошло? Потому что движущееся тело способно сохранять свою скорость еще некоторое время. И это явление называется инерцией. Теперь я думаю вы понимаете, что остановить движущееся тело не так уж и просто, но и заставить его мгновенно двигаться, то есть изменить свою скорость, невозможно. Сначала тело начинает сопротивляться силе, пытается сохранить состояние покоя. И только через время, если сила преодолеет сопротивление тела, оно начнет двигаться. Более тяжелые тела сложнее привести в движение. Поэтому говорят, что чем больше масса тела, тем оно более инертное. Тело с меньшей массой, менее инертное. Массу тела поэтому и называют количественной мерой инертности. Основной единицей измерения массы является килограмм, обозначают буквы М. Масса зависит не только от размеров тела, но и от плотности вещества, из которого оно состоит. Очень вкусная ватка. Смотрите, одинаковые по размеру предметы имеют разную массу. А все потому, что они состоят из разных веществ, которые имеют разную плотность. Плотность показывает, сколько килограммов вещества содержится в одном кубическом метре. Обозначают плотность буквой РО, единица измерения, килограмм на метр кубический. Столько всего наболтали, а чего оно все движется вокруг так и непонятно. Давайте ближе к делу. Ученые потратили достаточно много времени на изучение причин движения. Аристотель считал, что всегда одно тело заставляет двигаться другое. И это верно, но что заставляет подброшенный мяч вернуться на Землю? Или почему осенью листья опадают вниз, а не летят вверх? На эти и многие другие вопросы смог ответить Галилея Галилей. А потом развил его учение Исаак Ньютон. Он доказал, что все тела взаимодействуют между собой, то есть взаимно притягиваются. Мы притягиваемся друг к другу, к разным предметам и вещам. Только это притяжение незаметно, так как наши размеры и масса очень маленькие, по сравнению с самым большим телом, к которому все мы, притягиваемся. Это тело. Планета Земля. Сила, с которой все тела притягиваются к Земле, называется силой тяжести. Она всегда направлена перпендикулярно центру Земли. Ее обозначают буквы F. Единица измерения Ньютон. Не знаю, не знаю. Я вот сижу на веточке, и меня совсем не тянет не то, что в центр Земли, а даже на ее поверхность. Что я там не видел? Конечно, не все тела падают на Землю, но можете не сомневаться, что на все материальные тела, находящиеся в поле тяготения Земли, действует сила тяжести. А не падают они потому, что другие тела препятствуют их падению. Так что скажи спасибо веточке, которая тебя держит. Это, твоя опора. Научно, это звучит так. Силе тяжести препятствует силе реакции опоры. Она направлена перпендикулярно опоре, обозначается буквой N, единица измерения, Ньютон. А сила, с которой тело под действием силы тяжести, действует на свою опору или подвес. Подвес. Где подвес? Паникерты, а не профессор. Так вот, сила, с которой тело, под действием силы тяжести, действует на свою опору или подвес, называется весом тела. Вес обозначается буквой P, единица измерения Ньютон. Не путайте вес и массу тела. Масса измеряется в килограммах, а вес в Ньютонах. Очень важно знать, что сила тяжести всегда приложена к центру тела. А вес, к опоре или подвесу. Колючие эти стрелки. Молодец, хорошо поерзал по ветке. Можем приступить к изучению силы трения. Сила трения встречается везде. Когда мы ходим, откручиваем крышку на бутылке, пишем ручкой по бумаге. Или когда ерзаем на ветке. Ох и нудно. Ну скоро конец. То есть сила трения возникает тогда, когда тела соприкасаются своими поверхностями. Если одно тело скользит по поверхности другого, это трение скольжения. Если оно катится, это трение качения. А если тело находится в состоянии покоя, это трение покоя. Силу трения можно уменьшить, применив для этого смазку. А можно увеличить, сделав поверхность более шероховатой. Поэтому во время гололеда дороги и тротуары посыпают песком, чтобы уменьшить скольжение, а значит увеличить силу трения. Сила трения всегда направлена противоположно направлению движения тела. Она обозначается буквой F. Единица измерения Ньютон. Фу, Силу, Иван, yielding Как бы ты не убегал от физики, она всегда тебя догоняет. Ну что ж, посмотрим, что там у нас в наборчике. Не густо, пластилин и мочалка. Приложим силу к пластилину и мочалке. Под действием силы они меняют свою форму. После прекращения действия силы мочалка восстанавливает свои размеры и форму. А вот пластилин, нет. В обоих случаях происходила деформация тела, но она была разных видов. Упругая деформация, как у мочалки. Пластичная, как у пластилина. В зависимости от характера приложенной силы, тело можно не только сжимать, но еще и крутить, растягивать, гнуть, сдвигать. Тогда и возникает деформация сжатия, кручения, растяжения, изгиба, сдвига. Силу, которая возникает при деформации, называют силой упругости. Она направлена противоположно деформации, так как всегда пытается вернуть тело в исходное состояние. Чем сильнее и деформирует тело, тем больше сила упругости, возникающая в нем. Это связано с тем, что все тела состоят из молекул, которые взаимодействуют между собой. Если тело сжимают, то расстояние между молекулами уменьшается и они начинают сильнее отталкиваться друг от друга. А если тело растягивают, то расстояние между молекулами увеличивается и они начинают сильнее притягиваться, чтобы снова вернуться в исходное положение. Еще буквально пару слов. Деформация бывает даже там, где на первый взгляд ее и не видно. Никого уже не удивит то, что на птицу действует сила тяжести, направленная к центру земли. Подвес, а в случае с нашей птицей обычная веревка, при этом растягивается. Значит со стороны веревки на птицу действует сила упругости, которая возвращает веревку в исходное состояние. И пока птица не падает, говорят, что силы скомпенсированы. А вот если сила упругости веревки станет меньше силы тяжести, то птица упадет. Хорошо, если не на голову кому-нибудь. Сколько всего нужно знать, чтобы просто отдохнуть на дереве? Итак, мы рассмотрели раздел механики, который изучает причины, заставляющие тело двигаться и взаимодействовать с другими телами, динамику. Реско затормозивший автобус еще какое-то время продолжает двигаться, по инерции. Значит он сохранил скорость движения даже тогда, когда сила тяги двигателя стала равна нулю. Так же как остановить. Тело не так просто заставить и двигаться. Тело с большей массой более инертное. Тело с меньшей массой, менее инертное. Массу тела поэтому и называют количественные меры инертности. Плотность показывает сколько килограммов вещества поместится в одном кубическом метре. А вот и долгожданные причины, вызывающие движение тел. И эти причины называются силами. Сила, с которой все тела притягиваются к земле, называется силой тяжести. Силе тяжести препятствует силой реакции опоры. А вот сила, с которой тело, под действием силы тяжести, действует на свою опору или подвес, называется весом тела. Когда тела соприкасаются своими поверхностями, возникает сила трения. Она всегда направлена противоположно направлению движения тела. Под действием силы, тело меняет свою форму, происходит деформация. Силу, которая возникает при деформации, называют силой упругости. Она всегда пытается вернуть тело в исходное состояние. Вы лучше объясните, почему в меня постоянно тыкают стрелками. Терпи ради науки. Одновременно на тело действует несколько сил. Автобус едет, значит на него действует сила тяги, и ее направление совпадает с направлением скорости автобуса. Трение, воздух, препятствует его движению. Значит сила сопротивления направлена противоположно силе тяги. На автобус также действует сила тяжести, направленная к центру земли, и противоположно ей, сила реакции опоры. Продолжение следует...